Прыжки с банджи для маломобильных групп уже давно стали популярны в Новой Зеландии, Франции и Австралии. Понемногу к развитию такого экстрима теперь идут в Сочи. После сентябрьского дебютного прыжка в инвалидной коляске Алексея Маюка, за дозой адреналина теперь в Скайпарк приехала делегация Национального паралимпийского комитета Азербайджана. После первого прыжка я со временем чувствую, что мне нужен адреналин. Адреналин, да, в крови, это мне даёт стимул дальше жить. А этим же самое, просто показать обществу, что люди на коляске, люди инвалиды, они способны на всё. Они могут всё. Просто нужно им поверить, протянуть ему руку и вместе мы можем добиться всего. Конечно, чувство страха, присущее каждому, было и у Камала. Но спортсмен был настроен решительно и совершил второй по счёту в Скайпарке прыжок с инвалидным креслом. Три, два, один! Уже после того, как Камала подняли на площадку, спортсмен признаётся, это было действительно страшно. Мне кажется, здесь всё-таки больше адреналина, чем прыжка. Не знаю, прыжка спрашивает, может, в тандеме, может, как-то есть такая уверенность, что со мной ничего не случится, со мной не структует. А здесь просто ты один, понимаешь, под тобой немалидная коляска и всё. В этом году Национальный паралимпийский комитет Азербайджана отмечает 20-летие, празднование которого будет сопровождаться различными мероприятиями. Своим прыжком Камал дал своеобразный старт юбилею. Поддержать коллегу и товарища решил и первый вице-президент комитета. Сразу после Камала, привязанный за ноги верёвкой, Натик Касымов также прыгнул в 69-метровой высоты. Три, два, один! Страшно, очень страшно. Ну, надо прыгать. Прыгать никого, естественно, не заставляют. Каждый сам решает, сделать шаг или нет. Но то, что отважится на прыжок с такой высоты может не каждый здоровый человек, это факт. А эти люди доказали, что даже под дождём совершить экстремальный полёт они готовы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.